Необычный футбольный матч прошел в Мирном. За победу сражались молодежная команда и сборная ветеранов футбола. В их составе настоящие звезды. Владимир Проминский, Игорь Кайсаров, Александр Басыров. За игрой команд наблюдала Злата Курбанова. Встреча команд прошла в праздничной обстановке с поздравлениями и вручением памятных подарков. Футбольный клуб «Алмаз Алроса» отметил юбилей. Многие выросли на этой команде. И для нас это не просто слово. Для нас это что-то большее. Для нас это семья. Каждый раз перед матчем игроки слышат напутственные слова. Но сегодня все было по-особенному. За эти 25 лет вы заслужили любовь зрителей. И у вас есть большая армия болельщиков. За эти годы вы нам подарили много замечательных и незабываемых спортивных моментов. История, триумфов и падений, счастья и разочарования. Поздравить клуб собралось много гостей. Игра проходила необычно. Начали ее с выполнения тренировочных заданий. Попасть в мишень на воротах, пробить футбольные булиты. Тем самым в общий счет заработать дополнительные очки для своих команд. Отличное выполнение заданий показала молодежь. Но во время матча их ждал сюрприз. Сегодня, получается, был официальный мой последний матч. Так как я получил тяжелую травму и играть не могу. И меня переводят на тренерскую должность. И сегодня в честь праздника решили договориться, что я первый тайм играю за молодежь. А во втором тайме уже перехожу в состав ветеранов. Долго не пришлось пустовать свободному месту в команде. Его тут же занял будущая звезда футбола Никита Шепелев. Несмотря на свой юный возраст, он мастерски забивал голы. Игра была напряженной. Ветераны существенно отставали от молодежи. Но под конец игры показали мастерство и сравняли счет. 12-12 победила дружба. Яркая игра. Ветераны показали свой класс. Ну и молодежь не уступила, соответственно. Практически ни в чем не уступили. Мы молодежи, как говорится, они за счет молодости, а мы за счет опыта. По окончанию игры вице-президент акционерной компании «Алроса» Александр Барков лично поздравил заслуженных игроков и ветеранов. Вручил им ценные подарки. Футболисты планируют чаще проводить дружеские матчи. Ведь ветеранам есть что показать, а молодежи есть чему учиться. Злата Курбанова, Илья Засухин, Артур Голиков, Алексей Меркулин. Телеканал «Алмазный край».